Сегодня на наш подряд привезли лифты для выгрузки и замены старых на новые. Наши старые лифты работают исправно, никогда не ломаются практически, за редким исключением. Но наш дом в сентябре года постройки, и с момента застройки не было ни одного вида капитальных работ по отоплению, горячему водоснабжению, электроснабжению. Постоянно происходят прорывы водопроводов в квартирах, батареи, стояки, отопления 79-го года. Кто-то, может быть, и поменял там где-то. То есть постоянно происходят проблемы. При запуске, каждый раз сезона, при запуске отопления, постоянно происходят разрывы. И мы ждем по месяцу, пока все установится, пока устранят все течи. То есть уже три раза должны были быть поменены, не именены ни разу. Лифты, значит, хотят менять. И срок капитальный ремонт перенести на 50-52 год. То есть если сейчас лифты заменят, они служат 25 лет. Их опять нужно будет поменять. И только после этого будет капитальный ремонт всех остальных инженерных систем. Это я не представляю, как это вообще возможно. А это вот прям так и объясняют? То есть из-за того, что поставят лифт, по остальным расходы исчерпаны как бы? Дело в том, что мы стояли, не только мы, и много домов, такие как наш Воронеж. Сроки ГВС, ГВС, рекордснабжения стояли на 2020-2022 год. Но никаких видов работ не произведений. Объяснив это тем, что когда создалась фонд КПРМУ в 2014 году, система автоматически все эти сроки установила. И в 2020 году также в СМИ было озвучено то, что будет проходить техобследование всех домов. Все это обследование было определено эффективно. Лично я звонил подрядчикам, которые будут проводить обследование, говорили о дате. Ждали мы их целый день. Только в 15 часов они явились. И сообщили нам, что мы целый день были около дома. Никто около подвала, входы все у нас были на виду. Ни в подвал никто не спускался, ни на техэтаж никто не поднимался. Тем не менее, появились техобследования, акт появился со всеми системами, с процентами износа. То есть все это сделано эффективно. И из-за этого была такая акция, женщина разозлилась? Дело в том, что уже в третий раз их привозят. Дело в том, что все протоколы общего собрания собственников, то есть без общего собрания собственников данная процедура проводиться не может. Эти протоколы подделаны. Нашими жителями, и лично мной было написано заявление в полицию, значит, приходит отказной материал. Там невооруженным глазом, если взять эти протоколы, видно, что подпись поддельна. Даже вот сейчас один из собственников, который здесь не проживает, живут родители, за него подделана подпись. Ну да, он нам показывал даже подпись, что другая совсем. Совсем другая подпись. То есть это происходит посеместно, везде тут фальсификация, полиция бездействует, и никто не может помочь. То есть это происходит и только с нашим домом. Это происходит. Где-то дома молчат, как бы жители не очень организованы. В нашем доме создается немножко другая. Есть, как сказать, инициативные граждане. Две инициативные группы, которые одни считают по одному, другие иначе считают. Я считаю, что правильно сначала заменить все инженерные системы, потом менять лифты. Тем более лифты у нас работают, остальные системы работают не очень хорошо. Все документы, которые... Сейчас если взять элементарно всех экспертов, и реально провести опрессовку систем всех отопления, горячего снабжения, оно просто-напросто не выдержит. То есть все это прессовки, которые живем эффективно. Да, может быть, это была прессовка, но не под тем давлением, которое должно там быть.